Зачем вы это показываете? Самый распространенный вопрос, который задают зрители нашего телеканала. Речь идет о проекте «Я раскаиваюсь». Напомним, программа, в центре которой осужденные, вступившие на путь исправления, выходит с лета этого года. На данный момент вышло три серии, и они бьют рекорды по просмотрам. Сегодня мы пригласили в студию старшего психолога, следственного изолятора номер один у всей России по Алтайскому краю Станислава Сутернина, чтобы поговорить о том, какой смысл несет в себе проект «Я раскаиваюсь», почему его хейтят и при этом смотрят, не отрывая глаз от экрана. Станислав, здравствуйте. Очень рада, что вы пришли к нам в студию. Хотим поговорить о проекте «Я раскаиваюсь». Он вызвал волну возмущений в социальных сетях у нас. Его активно смотрят, но при этом хейтят. Вот интересно ваше мнение, что думаете о проекте? Какие серии уже посмотрели? Да, на сегодняшний день уже снято три серии, то есть я с ними полностью ознакомился, даже несколько раз их пересмотрел. Думаю, то, что общество сейчас еще не готово такую информацию принимать, потому что материал новый, то есть он перспективный. И я думаю, просто нужно немножечко времени, чтобы люди услышали и поняли, чего хотят авторы телеканала добиться. И в будущем это принесет положительный результат. На данный момент, как я уже обозначил, три серии сняты. В них рассказываются судьбы наших земляков, где в видео отражены автобиографические составляющие, краткие обстоятельства преступлений, условия содержания, где они в данный момент находятся. А также фрагменты, где они немного рассказывают о своих переживаниях, о взглядах на будущее. И там они говорят о том, что хотят обычных человеческих ценностей, это воссоединение с семьей, любить и быть любимыми. Как вы думаете, общество готово дать второй шанс таким людям? Я считаю, что да, потому что никто не застрахован, что в жизни с нами могут приключиться какие-либо сложные обстоятельства. И каждый человек, я считаю, имеет право на ошибку и в то же время ее исправить. Вы посмотрели все три серии. Действительно ли герои раскаиваются? Стоит ли им верить? И если да, то почему? По каким критериям вы сделали вывод? Я считаю, что герои данного видео действительно раскаиваются, потому что они приняли решение поучаствовать в данном проекте, то есть быть увиденными, услышанными в обществе. То есть они дали увидеть себя огромной аудитории, тем самым хотят помочь людям, которые либо оказались в данной ситуации, либо, возможно, переживающие за своих близких, родственников, которые находятся в условиях изоляции и так далее. Как вы думаете, у проекта важна социальная составляющая? Есть ли она в программе? Я считаю, что да, потому что эта тема всегда будет актуальна на сегодняшний момент, до и после, потому что всегда будут преступники, и всегда общество будет постоянно полярно с ними взаимодействовать. Подписчики пишут, зачем вы показываете, как герои пьют чай, едят, курят, играют в футбол, но это быт осужденных. Как нам это не показывать, мы не знаем. Они сейчас так живут, в таких условиях. Почему именно это вызывает негатив у зрителей, на ваш взгляд? Ну, на мой взгляд, я считаю, что авторы проекта сделали необходимую вещь показать условия изоляции так, как она действительно есть. Это всё-таки верный шаг, потому что зритель, именно век информационных технологий стал достаточно категоричен. Мы хотим видеть живых героев, живых персонажей, со всеми их проблемами, со всеми обстоятельствами, в которых они находятся. И поэтому бытовые элементы имеют место быть в данных сериях. А когда вы смотрели выпуски, на что, прежде всего, внимание обращали, как анализировали, что именно цепляло или, наоборот, вызывало, может быть, где-то отвращение, что-то? Ну, первое впечатление, как бы, совершенно обычное было, то, что люди с обычных семей, как бы, ну, там, сельских местностей и так далее, то есть они совершенно росли нормальными людьми, просто в какой-то момент, да, не было человека, который мог бы им помочь, то есть не оступиться, подсказать, как правильно, ну, действовать в жизни. И это, я думаю, привело, как бы, их, ну, в то место, где они сейчас находятся. Но, тем не менее, они не теряют возможности, как бы, мечтать и не теряют надежды на будущее. Могут ли осужденные в местах лишения свободы перевоспитываться? Или они только говорят «я раскаялся», «я перевоспитался» для того, чтобы получить УДО, выйти раньше на свободу? Или действительно путь исправления, он есть в колониях? Я считаю, что перевоспитание, оно присутствует, потому что отбывание наказания, оно в первую очередь формирует дисциплину. После дисциплины идёт результат, а после результата мы видим будущее. То есть, ну, находясь в условиях изоляции, человек, так сказать, заново активирует внутренние резервы, формирует те установки, которые он не реализовал до ареста. И я думаю, что планы на будущее, они более прозрачны и понимаемы. У вас есть какой-то явный пример, когда вы проводили работу с осуждённым, и он действительно исправился и нашёл себя в этой жизни по освобождению? Ну, хотел бы сразу отметить то, что, в принципе, для авторов подобных серий было бы неплохо именно рассказать такую историю, если действительно есть такая возможность, потому что общество всегда ориентируется на какие-то определённые примеры. Мы хотим видеть героя, да, то есть не так, что пограничное всегда значение, да, то есть чёрное и белое, а именно что-то мы, например, выбираем серое, да, чтобы увидеть действительно, что человек оказался в трудных жизненных обстоятельствах, да, это его не сломило, и, так сказать, освободившись, он наладил свою собственную жизнь, и сейчас он позиционируется крайне положительно. На моём личном примере я даже, знаете, привёл бы не работу с осуждёнными, а ещё студенческие годы, когда я учался в политтехническом университете имени Ползунова, в 2013 году отправился со строительным отрядом на месторождение Баваненково, то есть Ямало-Ненецкий автономный округ. Там мы выполняли различные работы, там, по монтажу плит, бордюров, ну, различные хозяйственные работы, и там назначались старшие группы, то есть люди, которые приезжали со всей страны, ну, так сказать, работать, то есть вахтовым методом. И получилось так, что в один из рабочих дней старшими группами были именно, ну, бывшие осуждённые, да, кто отбывал наказание. И один, то есть парень, он был, ну, на тот момент ему примерно 25 лет было, он сказал, что отбывал наказание примерно около 7 лет, и часто отмечал свою, так сказать, принадлежность, ну, так сказать, к тюремной общине. То есть он, ну, как сказать, он считал, что это его украшает, его, как бы, моральный облик и вообще все его поступки, которые он совершил в жизни. И в то же время был взрослый мужчина, примерно возрастом, там, 37 лет, у него была семья, дети, то есть он реализовался как профессионал, тоже достаточно длительный период отбывал наказание, и, как бы, он служил для нас примером, потому что он был очень воспитанным, то есть его поведение, ну, соответствовало морально-этическим нормам. И, так сказать, о его прошлом, ну, всего лишь говорила только живопись на руках, скажем так. Поэтому, ну, на собственном примере я убедился, что все зависит в первую очередь от человека, от его личностных особенностей и вообще в целом поведенческих аспектов. То есть статья — это все-таки не приговор? Я считаю так. Почему предвзято относимся к осужденным? Мы зачастую просто игнорируем их или плохо высказываемся. Не это ли может подтолкнуть их на повторное преступление? Да, я считаю, что многие люди повторно поступают в учреждения, то есть очень часто происходят рецидивы в целом, потому что общество, ну, так сказать, достаточно часто порицает бывших заключенных. То, что они, ну, не могут найти себя в социальной среде, потому что арендодатели не всегда идут навстречу, не всегда их готовы принять даже близкие, родственники, и они, ну, оказываются никому не нужными, и, в принципе, как бы все, ну, возвращается на округи своя. Станислав, как вы думаете, меняется ли сейчас отношение к людям с судимостью? Я считаю, что длительный период времени в обществе всегда, как бы, такое скептическое отношение к бывшим заключенным формировалось. Даже с самого детства, если вот, ну, собственный пример я вспоминаю, всегда там, ну, более взрослые люди всегда говорили, вот этот человек, ну, в определенный период времени отбывал наказание, что общение с ним лучше ограничить, не связываться, потому что, ну, в один прекрасный момент можно оказаться в какой-то сложной жизненной ситуации, то есть, ну, стать таким, как он. И не было, ну, насколько вот я помню, какого-то серьёзного там государственного проекта, который мог бы вот эти грани, так сказать, правильно обтесать, и общество, ну, было бы к этому готово, и сформировались определённые установки, которые помогли бы решить накопившиеся эти проблемы за долгий период времени. И именно вот такие проекты, вот, я раскаиваюсь, я считаю, что, ну, частично помогут решить эту проблему и, возможно, даже послужат примером для, ну, различных, так сказать, ну, государственных проектов в будущем. Я считаю, что вообще проект, ну, настроен таким образом, что он действительно оказывает профилактическое действие, ну, преступности в целом. Как вы думаете, почему большое количество людей всё-таки смотрит этот проект? Ну, я считаю, что, в принципе, в первую очередь всё, ну, основу несёт себе сам телеканал «Толк». Я уже год за ним наблюдаю, и те, так сказать, информационное поле, которое вы предоставляете аудитория, оно всегда было многогранным, объективным, так сказать, прозрачным. И сама подача информации, темы, которые затрагиваются, они, ну, в некотором роде являются новаторскими. Поэтому это очень часто обсуждается и является перспективным. Поэтому, ну, аудитория достаточно обширна. Но, тем не менее, да, хочется понять, почему критикуют и при этом смотрят? Ну, я считаю, критикуют именно потому, что ещё общество не готово к таким каким-то глобальным переменам, да, то есть должно пройти определённое количество времени, чтобы, ну, так сказать, вот эти новшества, да, закрепились в умах людей. И это позволит в будущем преодолеть вот эти барьеры. То есть принять именно людей, которые, ну, в жизни столкнулись с преступлением, которым пришлось отбывать наказание. Подобные проекты есть в стране? Может быть, что-то наблюдали, видели? Или это всё-таки уникальная история? После просмотра трёх серий я, ну, очень, так сказать, был воодушевлён проектом. Это действительно было очень интересно и перспективно, на мой взгляд. Я начал искать, ну, подобные ролики в интернете, то есть в других регионах, но ничего подобного я, к сожалению, не нашёл. И, ну, всегда какая-то новаторская идея, она, ну, в будущем влечёт за собой положительные результаты. Я до мотора говорила о том, что одна из наших героинь, я раскаиваюсь с Натальей, это героиня второго выпуска, посмотрела программу, увидела себя и написала письмо. Письмо нашему телеканалу, съёмочной группе, мне, оператору, и поблагодарила. По её словам, она посмотрела на себя совершенно с другой стороны. Правильно ли я понимаю, что участие в подобных проектах действительно помогает самим осуждённым посмотреть на себя под другим углом и, может быть, поверить в себя? Вот что вы думаете на этот счёт? Я считаю, что это было правильным решением для героев данных серий, потому что они действительно помогают людям. Они, вот, можно сказать, первопроходцы, да, вот именно в этой стезе, когда вот сейчас вот телевидение плотно, да, снимает ролики, они актуальны, они прекрасно смонтированы и, так сказать, отображают полную историю жизни, те обстоятельства, с которыми люди столкнулись. Параллельно с ними переживаешь все вот эти невзгоды и так далее, черпаешь мотивацию. И, ну, в будущем это поможет очень многим людям. В частности, самим героям? Да, в частности, самим героям. Потому что, ну, они видят, что это, ну, как сказать, этим заинтересована широкая аудитория, всегда найдутся те, кто критикуют, те, кто, ну, остаётся, в принципе, ну, при собственном мнении, кто-то, наоборот, поддерживает. Но я считаю, что в будущем именно будет положительный результат, то есть общество примет данный проект и он, как бы, ну, будет, ну, как сказать, таким толчком в будущее для стирания вот этих граней общества и, так сказать, группы, которая, ну, переступила закон. Спасибо вам, Станислав, что нам всё рассказали, поделились своими эмоциями, впечатлением и очень приятен ваш отзыв о нашем проекте. Спасибо большое, что предоставили возможность поучаствовать в данном мероприятии. Спасибо. А я напоминаю, что в рамках проекта «Я раскаиваю» запланирован выпуск восьми видеосюжетов. Каждая – это судьба одного осуждённого, который раскаялся в содеянном, стремится скорее выйти на свободу и начать жизнь с чистого листа.